Сергей Чичков-Бажен в роли Чехова выступает уже не в первый раз. Можно сказать, что он сравнивает себя с ним. Тоже писатель, тоже врач. Такое сочетание в мировой литературе не редкость. Литератор, он врачеватель душ. И поэтому литература... А врачует души как? С помощью слова. Как, например, лечил людей Святой Сергий? Молитвой? Словом. Поэтому, на самом деле, хорошие врачи, конечно же, прежде всего, лечат добрым словом. И именно поэтому литература и медицина – это близнецы-братья. Для сотрудников Сергея Посадского музея и заповедника – это новый опыт работы с молодым поколением посетителей. Цель подобных литературно-театральных гостиных – показать, что музей – совсем не скучное место. Получилось довольно необычно. Здесь и литература, и театр, и выставка художника Валерия Сегрета «Крымская весна. Пейзаж». Крым ведь – это тоже Чехов. Главное, что мы хотели, чтобы ребята увидели выставку, попробовали себя как театралы и поговорили о Чехове. И самое, конечно, главное, чтобы увидели, что музей – это теперь такие особые формы работы. Это не традиционные экскурсии, это не просто какое-то такое скучное образование. Это познание через радость, через удовольствие. То, чему, наверное, учил Чехов, что радость – это самое главное в жизни. Вот мы хотим, чтобы музей приносил такую же радость. Перед тем, как стать врачом, Антон Павлович Чехов освоил профессию портнова. Выбор не случайен. Эта профессия давала стабильный заработок. Сам писатель в моде хорошо разбирался и дружил с Надеждой Ламановой, русской Коко Шанель, обшивавшей царскую семью. Некоторые из ее костюмов студента филиала Высшей школы народных искусств, бывшего колледжа игрушки, восстановили по эскизам и фотографиям и показали Сергею Пасадсу. Чехов – портной, Чехов – врач, Чехов – писатель, а еще Чехов – садовод. Героиня пьесы Антона Павловича Чехова Любовь Андреевна Раневская знала, что она теряет, продавая свое имение с роскошным вишневым садом. Я с детства мечтал быть садоводом, и мы сейчас с Петром Ильичем соревнуемся, у кого лучше вишневый сад. У меня даже не один сад, и я думаю, все мои друзья, которые бывают в моих садах, могут оценить, какой я садовод. Одновременно с литературной программой перед зрителем музея ученики из нескольких школ города и района разыграли театральные зарисовки из юмористических рассказов Антона Павловича. Они подбирают костюмы, они смотрели выставку, они прослушали лекции о Чехове и нашем городе, потому что мы тоже неотрывно и столько литературоведческий какой-то материал, но и краеведческий хотим дать, как Чехов все-таки связан с нашим краем. И вот все свои домашние заготовки они принесли сюда. Ученики 18-й школы приготовили отрывки из одного из самых известных рассказов Чехова «Шведская спичка». Вас морочат, черт возьми! Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван! Эй, кто вы, черт вас возьми! Кто это там лезет? Тебе что надо? Мы решили взять именно это произведение, потому что оно самое задорное, и его можно было бы хорошо сыграть на сцене, понятное и доступно для публики. Любимое произведение, да, это вот «Хирургия», например, тоже мне очень сильно нравится. Ну, также палата номер 6, но... Ну, именно вот с таким, с медицинским направлением. Ты планируешь свою жизнь тоже с медицинностью? Да, мне нравится. И еще как бы именно вот в этих произведениях там больше раскрывается смысл и недовольство в соединении многих религий. Например, вот опять же, дьячок, который выступает хирургии. То есть это борьба двух религий. И очень интересно. Подобные литературные программы в Сергиево-Пасадском музее-исповеднике, как обещают организаторы, будут продолжены и обещают быть не менее интересными. Ирина Самойлов, Феликс Дорохов, Алексей Галкин. День города.